Здравствуйте, мои дорогие друзья! Теперь я вам немножко расскажу подробнее о Торнес хуторе, потому что я очень много получил позитивных комментариев этому хуторе. Я решил снять подробнее видео и больше рассказать, что здесь происходит, какие традиции здесь есть, и вещи покажу старинные. И, ребята, дорогие, кто не подписался на мой канал, прошу подписывайтесь на мой канал, чтобы создавать новые фильмы в будущем и чтобы вам было больше интересно. А так что, ребята, пожелайте меня удачи с фильмом. А теперь, ребята, вперед! Теперь мы опять внутри комнаты отдыха, и кратко расскажу, что у нас есть, и что у нас, какая аппаратура у нас есть в данный момент, чтобы создавать новые видео. Вот у нас есть дрон, который мы будем использовать в наших видео в будущем, так что у нас, как бы, с этим делом проблемы нету. А, вот насчет газеты. Хочу немножко сказать, это немножко так интересно. Газета называется, это местная газета, называется Драндал Почта. И это что интересно, что эта газета выходит только один раз в неделю. Это местная газетка, ну, такая, и люди, это традиция уже, как бы. Вот, и эта газета до сих пор выходит классно, здорово. Ну, сейчас пройдемте дальше, покажу. Вот это Гуннера, как бы, компьютер, он сидит, и наши фильмы будут редегировать. Ну, редегировать. Так что, вот, как бы, такой, так выглядит программа, которая, фильмы создавать. Вот, и пойдемте немножко дальше, покажу, что у Гуннера есть серфитикат. Учился в Лондоне, и в школе, где все связано с фильмом. Вот его серфитикат. Это очень классно, кстати. А так что, ребята, сейчас пойдемте дальше. Ну, вот, теперь я расскажу историю немножко про Торнес-семью. Вот тут в этой книге, в которой был написал человек, который звать Олаф Саннес, и все важные хутора в Драгдале, все находятся в этом книге. Это история, большая история. Вот, если мы сейчас откроем эту книгу, да, и мы увидим, что есть контроль над семьей Торнеса, да. Вот, и вот, вот, видите, вот видно, что начинается это все с Торнеса этого числа, 1483 года. Это было название ändрая, это было. И обратите внимание, как начиналась эта фамилия Торнес. Ту-ту-урнес. Ти-урнес. Ти-урнес. Торнес. Торнес. Та-тоннес. Ти-урнес. Усу. Он уважает Торнес. И Ти-урнес, он потом уже пошел Торнес. Открываем следующую страницу. Вот видно на эти фотографии вот этого хутора. Их три. Но раньше был этот один. И вот, и он делится на южный, север и запад. Вот видно, что этот восток хутор, восточный хутор. Западный хутор. И... Смоденнегон. Западный хутор, это вот этот, вот это Торнес хутор. И... Вы знаете, что это я сам делал. Это мой был, как бы, экзамен мой. Вот. И немножко расскажу про этот шкаф. Это очень старинный, сделанный в 18-м, 44-м году. И вот. Краска, все сохранено как есть. И тут очень мало чего делалось. И это очень важно, чтобы сохранить натуральный цвет и краски. Вот. И вот, как бы, покажу эту картину, да, вот. Это свадьба этого человека восьмого, восьмого поколения. Вот. И это их свадьба, и он и дочери свадьба. Вот тут видно, что тут дерева нет у нас, уже здесь дерево есть. А тогда, в то время, не было это дерево. И вот. И хочу вам рассказать про этот антиквариат. Это написано вручную, нарисовано. Это Гуннера бабушка этим занималась. И она когда-то вела кружок художественного в Драгдале здесь. И это ее наработа. Вот. Потом, как бы, очень интересный антиквариат, считается. Потом вот такие типичные норвежские розы. Тоже очень красивое это дерево. Очень легкое. Вот. И это тоже, как бы, очень красивое. Вещи. Вот так. Вот. Потом вот это вот сундучок такой. Вот в этом раньше сундуке несли торты, пироги. Где-то такой типичный, старинный этот вот сундучок такой маленький. Да, это очень старый. Очень старый. Ну вот, если вы видите, что вот эта бабушка, которая делала, рисовала антиквариатный этот вот, вот это ее наработа. А это отец Элинга. Вот тоже звать Гуннер. Ну вот, было очень много комментариев, как мы отопляем этот большой дом. Ну, я вам быстренько расскажу. Вот это, этим отопляется одна комната. Вот, это кондиционерный этот, который греет горячий воздух и холодный воздух. На кухне у нас обыкновенные электрические подстенки батареи, которые греют электричеством. В том комнате, где мы были с Гуннера, там недавно и ремонт сделали, он отопляется полностью, горячий пол, и тепло идет вверх, и как бы больше ничего не надо. Ну вот, если у нас совсем холодно, тогда мы дровами топим. Дрова у нас свои, сами заготавливаем, внизу потом я вам все покажу. Вот, и хочу показать печку. Печка чугунная, вся с розами, ну, отделкой вылета. Печка старая, вот, и очень хорошо сохранено, и очень функционально, очень тепло, очень греет хорошо. Вот, и обратите внимание, что это узоры, такие вот, очень красиво. Вот передняя часть, вот, сделана в 1766 году, сделана в городе Улифос, это сделано. И Улифос тоже недалеко, это где-то, я думаю, час езды, вот. Вот, так что, это все, это вместо. Ну вот, сейчас мы находимся в другой комнате, и все интересно, что в старых домах, в каждом комнате такие печки стояли, в больших домах. Вот, это уже немножко другая, другой стиль, другой узор, вот. Вот, и это самое тоже чугун, и функциональный. Ну вот, мы сейчас находимся в следующем комнате, комната музея, как бы, в будущем. Ну, тоже типичная печка, самая, украшена так же сама, вылета. То же самое, что и внизу мы смотрели, тоже 1766 год Улифос. Вот, и в каждом комнате. И покажу теперь следующую. Вот, а эта карточка, да, это старая карточка, которая, почта, почтовая карточка. Это был очень большой статус, если ты покупал карточку, кому-то посылал, и на этой почтовой карточке, например, твой хутор был. Это был очень большой, большая радость, когда такое было. И следующий покажу. Вот стул, 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 стул тоже старый, очень старый. Это береза, сделанная из березы. И этим стулем где-то примерно 150 лет. Очень хорошо сохранилось. И тоже все, как надо, ну, все работает, все как надо, да, стильный. Вот такой стиль стула, модель. Их два. Ну вот, теперь я расскажу про медали. Эта семья, да, суверная семья, очень увлекалась стрельбой. Всякие разные стрельбой по всей Норвегии. И это их традиция, именно этим увлечением заниматься. Вот, я скажу, что вот в медали этот получил Элинг Гуннера Отец. Вот он, когда был маленький. Вот так он тогда выглядел. Но потом Элинга Отец, вот он, Гуннер, он тоже очень сильно увлекался стрельбой по всей Норвегии. И он выигрывал и получал эти медали. Это Ивона. Ну а Ивона Отец, следующее. Вот это Ивона все призы, когда он выиграл стрельбой, охота, все такое, конкуренция, разные баллистафеты, все связано с стрельбой. И вот эти призы, которые вы видите, это все серебро. Это Элинга Отец и Отец следующая организация. Это как бы идет вместе. Старые призы получали. Немножко ошибку я вам сказал, потому что не так понял. Это прадед и его. Прадед его. Я говорю, что это Ивона Отец, но это не Отец, это прадед его. И это он маленький, когда сидит на наколенке. И это он. Ну вот, теперь покажу, что теперь Гуннера медали, которые снимает. Вот это Ивона достижение стрельба, стрельбе. Вот. Тоже очень-очень активный этому был. А, а он тут еще и находится милитарь. Армия. Армия, во, армия. Ну вот, следующий столик. Вот вы видите всякие купола. Это типичные все генерации, которые занимались стрельбой. Они всегда получали такие призы. И этих в этом доме очень много. Так что вы их увидите очень много. И покажу вам вот этот специальный, очень старинный, самый-самый старый. Это антиквариат здесь, в этом доме. И он был, это сделано в 17-м году, 94-й. Вот. Это очень старый. И это идет поколение в поколение. Так что с этим делом мы очень осторожно. Вот. И видно 17-й, 94-й. Ну вот, я покажу картину следующую. Это тоже вручная работа. Это сделала бабушка Гумера. Это все связано вручную. И вот, точенька, довольно красиво. А сама делала. Свободное время. Вот, покажу книгу. Книга, да. Альбом. Тоже все старинные, старинные семьи. Все про семью. Вот. Это все, это все, что здесь происходило. И покажу вот. А, вот этот фотографик, который свадьба, где я вам показывал внизу. Вот они женились в то время. Вот. И как бы так. Ну тут очень много всего показывать. Это видео может занять 5 часов конкретно. Потому что каждую деталь, каждую пройти на это время надо. Это мы покажем. Со временем все покажем. Вот. А хочу еще показать одну печку. Вот. Я хочу рассказать про эту печку. Потому что очень много я получил отзывов, что хотят детально рассмотреть эту печку. Эта печка одна, ну, самая первая, когда это строился этот дом. Вот эта самая печка. Старая. Все как бы, ну, еще работа, все работает. Как бы, ну, мы не топим. Ну, очень красиво, декоративно такой. Ну, это натуральная печка. Вот. И тоже все сделано, все сделано такое вот. Вот. Если вы помните, я вам показывал. Это восьмое поколение. Их сын. Очень богатый человек был в Драгдале. И вот его написано, собственно, уручно. Письмо в армию 1905. Писал письмо в армию. Вот. Теперь я хочу показать, какие были светильники. Очень тоже, очень старые. Но мы не помним, где это, где это было использовано. Потому что они уже были в этом доме. Насколько они старые, очень трудно сказать. Но они очень старые. Вот это, главное, типичный стиль. Потом следующая корона идет тоже. Очень мало помним, мало историй. Но это все находилось в этом доме. И деревянный, типичный, красивый деревянный светильник. Ну вот, это тоже старая вещь. Это в старинных времен гладили одежду так. И собирали одежды. Постельное белье, одежда. Все, что можно это делать было. Вот такой старинный гладильный доска. Или как сказать это. Ну вот, теперь я вам расскажу подробное. И расскажу вам одну историю. Гуннера Прадед. Который участвовал, ну, когда было военное время. И история очень интересная расскажу, да. Что Прадед Гуннера и с другими людьми прибрались на дачу к немцам. И, представляете, и смогли украсть от них эти вещи, сигареты. Разный тип сигарет. Этот ящик. Но потом, и за ними гнались. Ну, они смогли это взорвать. Эту дачу с немцами. Пум. И это была очень удивительная история. Это даже говорили, даже писали в газетах. Что они это очень хороший подвиг сделали. Ну, им это досталось. Вот что от них и досталось. Разные сигаретки. Вот немецкий герб. Чтобы это знали. Что это оригинальные. Все, они даже не тронутые. А так что, ребята, а если вы хотите закурить со мной, милость им просим. Не хочу курить. Это очень старые вещи. Так что... Это маленькие сигареты. А это вот... Вот это средние, большие. А это маленькие сигареты. Тоже они в упаковке. Не открыты. Они это смогли своровать. Вот немецкий герб. Видно сразу. Ну, вот такие разные вещи. И очень много. И это сигареты, табак. Все упакованы. Даже не открыты. Это очень удивительно. Мне это вообще очень нравится. Такое дело. Молодец, прадед. Гонора. Ну, вот такие сигареты даже. Это такие типа, да. Вот. И да, история, конечно, интересная. Как они хороший подвиг совершили. Так, нахуй, Гитлеров болит. Чтобы их не было ни разу. Ну, вот пойдемте дальше покажу. Вот тоже прадед Гонора. Вот. Это мне интересно утюг. Вот. Он греется углем. Вот как он работает. Older Formant. Да. Прадед Гонора. Это все это было. Вот это. А, ну. Вот горячий угли туда запихиваешь. И закрывается. И это все, как бы, в то время функционально. Ну, вот. Вы видите этот вот. Видите этот вот. Этот вот. Где нитки делать. Бабушка сидит. И, 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 и. И как бы крутит. И песенки поэту. В лесу родилась елочка. Ну, вот. А это вот типичная старинная кофемолка. Вот туда кофе. И, и, и молочи тоже. В лесу родилась елочка два раза. Ну, это будет хорошо. Ну, следующий идем. Вот это вот. Амин редко, да? Да. Это тоже. Это большая. А это маленькая. Это как-то унышку. Амин редкотор, который можем молоко присаживать. Вот. А теперь вот, видите, у вас тоже такие ребята, тоже есть такое старинное. Ну, вот. А теперь пойдемте за молоком. Да, не шутка. Так, все. Да, да, да. А вот эта бочка. Это раньше здесь вино было. Вино. Старинный телефон. Алло, добрый, добрый день. Да. Ну, я в Норвегии нахожусь, да. Ну, сейчас немножко я занят, и я попозже к вам подойду. Все, до свидания. Пока. Ну, вот пойдемте дальше, ребята. Посмотрим немножко на бумажке. Обратим внимание, что очень старые бумажки. И вот обратите внимание, да. Да, смотрите, какие письма. Это очень старые. Ну, вот очень старые. Смотрите, ребята. Вот. И как бы, ну, это вообще-то, как бы, антикварят. Вот. Тоже письмо. И это письмо, да. Вот. С 18-го, 10-го числа. Так что очень старые. Это все относится к Торносу Хуттери. Так что, ребята, ну, тут очень много чего смотреть, да. А, вот смотрите, сколько много всяких писем, да. Смотрите, какой почерк красивый, кстати. Очень красивый почерк. Вот. Их очень много в этом доме. Вот. Как бы так. Вот. Открыли новый шкафчик. Смотрите, какие-то очень старые посуды антикварятные. Все это очень старое. Ну, тут тоже такая посуда есть. Вот. Помните, я вам говорил, что самые последние фотографии прадед... Вот. Он, кстати, был на охоте. И это медведь. И это был... Он застрелил его в 18-м, 80-м году. 18-80. Это медведь. Челюсть медведя. Ну, вот еще даже я могу показать саблю. Ну, это военное время. Настоящие сабли. Теперь, что я вам расскажу. Интересно, что в этой семье, да, и очень интересно. Все поколения называются так. Вот Гуннер, который снимает. Его звать Гуннер. И он и отец Элин. Ну, Элинг, отец Гуннер. Ну, Гуннер. Следующий идет Элинг. Ну, потом уже идет... Тур. Тур. О Анне. И Анне. Они гифтят себя. Которые я вам показал, что они женились. И потом опять, который я показал на фотографии, его звать Гуннер. Так что это очень интересно. Гуннер, Элинг. Гуннер, Элинг. Гуннер, Элинг. И он и отец, тоже Элинг. Вот что здесь. И я когда сюда приехал в Норвегию, я никогда не мог понять, кто есть кто. Честно говоря, и до сих пор затрудняюсь вникнуть историю. Ну, это будет порта сапочка. Это сапочка принадлежала Гуннера бабушке дяди. Хотя шапочка принадлежала. Так что тоже старенькая. Ну вот, это Гуннера прадед в такое время вот так выглядела. И теперь вывел изнута. Ну вот, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я думаю, мы на этом заканчиваем. И надеюсь, что вам было очень интересно. И если кому-то что-то интересное еще, сделаем мы видео еще. Потому что тут очень много чего показать. Но мы не можем все это сразу за один раз показать. Интересно? Сделаем новый видос. Вот. Так что следите за моим каналом. И подписывайтесь на мой канал. Будет очень интересно. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok